Как глава Федрезерва обвалил Уолл-стрит, какие активы продает норвежский фонд и какие акции могут вырасти в ближайшее время? Друзья, всем привет! Вы на канале InvestFuture и мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов. Мы видим, что по итогам среды мировые рынки находятся в плохом достаточном настроении, Америка снижается на 1,5-2% по основным индексам и причина этого выступления главы Федрезерва Джерома Паула, который в онлайн-режиме немножечко добавил пессимизма, ну или даже, я бы сказала, реализма рынкам, которые уже настроились на какое-то светлое будущее. Но Паула дал экономике довольно адекватную оценку, заявив, что страна может столкнуться с продолжительным периодом слабого роста и стагнации доходов. При этом Паула отмечает, что чем дольше сохраняются риски распространения заболевания, тем больше вероятность того, что предприятие обанкротится, а домохозяйство будут испытывать трудности с получением дохода в условиях экономического спада. То есть, по большому счету, Паула, конечно, обозначил очень острые риски, заявил, что восстановление может занять некоторое время, прежде чем набрать обороты и полностью будет зависеть от прогресса в медицинских вопросах. При этом, что абсолютно нетипично для Федрезерва и для Паула в частности, он, по сути, прямо кивнул в сторону Конгресса и заявил, что для спасения экономики необходимо увеличить объем экономической помощи, которая и так уже, я напомню, превышает 3 триллиона долларов. При этом Паула заявил, что отрицательные экономические ставки Федрезерв сейчас для себя не рассматривает. И это произошло после того, как накануне президент Трамп в своем твиттере, как всегда, напористо требовал от Федрезерва отрицательных ставок. Пока мы видим, что Фед держит оборону, но как долго это продлится, непонятно, потому что, как показывает практика, даже несмотря на то, что инициативы Трампа не всегда кажутся экономистом, финансистом действительно разумными, но его напор в итоге все-таки побеждает, и Федрезерв практически всегда в итоге уступал. Как будет на этот раз непонятно, потому что в целом политика отрицательных ставок, конечно, имеет очень много противников. Например, в Японии, как считают многие локальные экономисты, это, по сути, не принесло ничего, кроме усугубления экономических проблем и замыкания порочного круга. Поэтому, конечно, не очень понятная ситуация в этом смысле, пока мы видим, что Федрезерва держится, и в результате этого укрепился курс доллара, потому что это был очень важный момент в сегодняшнем выступлении Трампа. Рынки, наоборот, снизились, доходность по американским гособлигациям тоже немножечко откатилась назад. И, по сути дела, мы понимаем, что сейчас, конечно, все будет упираться именно в то, как американская экономика быстро будет открываться. Например, главный советник США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи во вторник Фаучи, наверное, будет корректнее. Во вторник предупредил Конгресс, что преждевременное снятие карантина может привести к дополнительным вспышкам. Но очевидно, что у Трампа сейчас абсолютно другие приоритеты, как, собственно, и у большинства политиков в нашем мире. Мы тоже самое говорили и про ситуацию в России, что стремятся побыстрее все-таки открыть экономику, чтобы не дать ей загнуться. Ну, а жизни людей – это уже немножечко в данном моменте вторичный вопрос. Как я сказала, американские рынки сегодня были флагманом снижения. В рамках сегодняшнего инвест-шоу я как раз покупала две американские бумаги, докупала немножко Мэйсис, чтобы усредниться, и в первый раз купила в ленивый портфель акции Рейта. Это компания Simon Property Group. Я очень подробно в видео объяснила, почему эта компания кажется мне интересной, но, как я предупредила, рискованной. И, по сути, отражение эти слова нашли в сегодняшней динамике, потому что сегодня минус 6% SPG теряет. Мы сегодня начали на немного минорной ноте. Но вот на сайте Reuters есть статья, которая обещает надежду. Там говорится о том, что хороший рост в 2020 году могут показать компании с малой капитализацией. В Штатах есть такой индекс, который называется Russell 2000, куда входят 2000, соответственно, американских компаний малой капитализации. Например, крупнейшая из компаний этого индекса медиакорпорация Liberty Media с капитализацией почти 18 миллиардов долларов. Так что туда входит, например, компания по телемедицине Teladoc Health 14 миллиардов долларов, финансовая компания RS Management 8,5 миллиардов, биофармацевтика Acadia Pharmaceuticals 8 миллиардов и производители медицинских диагностических продуктов Quidel 8 миллиардов долларов. То есть понятно, что это не такие топовые компании, как, например, Amazon, Google, Facebook и так далее, Microsoft. Но в чем здесь интересный момент? Лидеры рынка уже, как считают многие аналитики, перегреты. И вполне возможно, они достигли своего пика. Это не, конечно, единое мнение, здесь есть разные позиции, но очевидно, что, конечно, тот же Amazon уже очень дорог на сегодняшний день, хотя компания фундаментально хорошая. Но получается, что, например, в апреле мы увидели, что компании из индекса Russell 2000, компании с малой капитализацией, обгоняли по темпу роста широкий рынок, индекс S&P 500. Как считают многие аналитики, это может быть, кстати, даже хорошим сигналом, потому что часто бывает так, что именно компании малой капитализации быстрее реагируют на изменения экономической обстановки. В частности, когда экономика начинает восстанавливаться, именно малая капитализация растет быстрее, чем крупные неповоротливые гиганты. И еще с точки зрения малых компаний существует на рынке такая точка зрения, что именно они сейчас в условиях, когда мир перестраивается, когда мы делаем шаг назад в глобализации, когда меняются привычки людей, их поведение, именно малые компании, которые являются более гибкими, могут быстрее адаптироваться к происходящему в мире, могут заполнить те пустые ниши, которые на рынке сейчас образуются. Поэтому можно рассмотреть варианты инвестирования и в этом направлении, если, конечно, вы готовы к несколько более высокому риску, чем когда мы говорим о голубых фишках. Поговорили немножко о надеждах рынка, теперь снова возвращаемся к здоровому пессимизму. Соратник Сороса Стэнли Дракенмиллер считает, что ситуация на рынке абсолютно критическая и говорит, что соотношение риска и доходности на рынке акций является наихудшим за всю его карьеру. А нужно сказать, что Дракенмиллер действительно имеет богатый финансовый опыт, он на рынках с 80-х годов и в 92-м году именно Дракенмиллер вместе с Соросом спровоцировали тот самый знаменитый обвал британской валюты. Причем интересно, что средняя доходность фонда, который принадлежит Дракенмиллеру за последние 30 лет составляет около 30% годовых, а состояние Дракенмиллера оценивается в 6 миллиардов долларов, там чуть-чуть поменьше. Так вот, что он говорит, цитата, соотношение риска и доходности на рынке акций худшее за все время, что я работаю. Похоже, что рыночный консенсус заключается в следующем. Не волнуйтесь, ФРС нас поддержит. Вот только наш анализ говорит, что рынок ошибается. Я молюсь, чтобы ошибиться, говорит Дракенмиллер, но мне просто кажется, что надежды на V-образное восстановление экономики являются фантазиями. Кроме того, Дракенмиллер достаточно негативно оценивает меры поддержки, которые проводит американское правительство. Цитата, это была просто комбинация трансферных платежей людям, которые позволили им получать больше денег, не работая, чем работая. Вдобавок к этому, кучу денег получили и компании зомби. Ну, то есть, по сути, Дракенмиллер говорит, что разбрасывание денег с вертолета, условно говоря, является стратегией, когда не всегда эти деньги попадают в цель. И, кроме того, он считает, что действия администрации Трампа по борьбе с экономическими последствиями ситуации окажутся наихудшей реакцией властей за всю историю с точки зрения затрат и выгод. Дракенмиллер предупреждает, что экономические последствия останутся с нами надолго и повлекут множество банкротств. Вот еще одна новость, заголовки, которые сегодня бродят в СМИ. Норвежский государственный нефтяной фонд отказался от позиций в ряде энергетических компаний. Многие, пробегаясь просто по заголовку, думают, что норвежский фонд не верит в будущее сырья, сыревых рынков, но это на самом деле не так. Вы часто спрашиваете, как выглядят инвестиции будущего. Так вот, это, конечно же, экологически ответственные инвестиции. И Норвегия здесь, как всегда, впереди всей планеты. Фонд действительно полностью ликвидировал вложения в ряд сырьевых компаний, крупных компаний, которые не соответствовали его требованиям к защите окружающей среды. Например, такие компании, как Glencore, Anglo-American, RWE и AGL Energy лишились интереса со стороны фонда, так как не удовлетворяли его новым критериям соответствия, которые предполагают, что объект инвестирования не должен добывать более чем 20 миллионов тонн термального угля или же не использовать более 10 тысяч мегаватт электроэнергии, полученной от сжигания угля. Кроме того, под пристальное наблюдение с риском также исключения из портфеля попали компании BHP, Uniper, Vistra Energy и Enel. Кроме того, ликвидирована позиция в ряде компаний, которые генерируют неприемлемый уровень выбросов парникового газа. Под удар попали Canadian Natural Resources, Cenovus Energy, Suncor Energy и Imperial Oil. Кроме того, также фонд ликвидировал позицию в компании Wallet, отметив ущерб окружающей среде из-за обвала ее дамбы в прошлом году. Кроме того, египетская компания El Suedi Electric тоже нанесла неприемлемый для фонда ущерб окружающей среде строительством ГЭС в Танзании. А бразильская компания Electrobras попала в немилость ввиду систематических нарушений прав человека при строительстве электростанции. Я понимаю, что в контексте, допустим, российских инвестиций такая логика вообще звучит очень, ну мягко говоря, странно. Но мы видим, что страны, которые в этом смысле являются несколько более развитыми и продвинутыми, отталкиваются именно от таких критериев. Это социально ответственное инвестирование. Мне кажется, что это правильно. Рано или поздно, наверное, к этому придет весь мир. Но пока вот смотрим на Норвегию и, наверное, восхищаемся с одной стороны. Ну и нужно понимать, что многие инвесторы могут также последовать за норвежским фондом, который является крупным игроком с триллионом долларов. Ну и напоследок на корпоративном фронте сегодня было несколько интересных новостей по компании TKS Group, головной компании Тинькофф Банка и Тинькофф Страхование. Ну, во-первых, нужно сказать, что компания объявила о выплате промежуточных дивидендов. Они составят 14 центов на одну ценную бумагу. Общая сумма выплат акционерам – 28 миллионов долларов. Последний день для покупки бумаг с дивидендами – 27 мая. При этом после уже 1 июня будет происходить непосредственно сама выплата. Одновременно с этим компания отозвала прогноз по финансовым результатам на 2020 год. Это распространенная практика на сегодняшний день. По сути, TKS идет по стопам других крупных банков. И сказала, что до момента стабилизации ситуации никаких прогнозов делать невозможно. Я напомню, что по дивидендной политике TKS Group платит до 30% квартальной чистой прибыли. То есть направляет на дивиденды. И компания подчеркнула, что пока не планирует менять эту политику на фоне нестабильной экономической ситуации. Но при этом, очень важное заявление, капитальные потребности бизнеса готовы поставить выше дивидендных, если положение того потребует. Переводя на человеческий язык, если в экономике дела станут хуже, то TKS в целом может сократить или отменить дивидендные выплаты. При этом, несмотря на кризисную ситуацию, квартальный отчет показал, что чистая прибыль холдинга в первом квартале выросла на четверть до 9 миллиардов рублей. Тинькофф банк зафиксировал 1 миллион новых банковских счетов, что стало новым рекордом для компании, несмотря на кризис. Но при этом компания направила на создание дополнительных резервов в три раза больше, чем в тот же период год назад, почти 16 миллиардов рублей. Резервы под кредитные убытки на случай, если будет расти просрочка. При этом в банке сказали, что уровень просрочки сначала вырос на 30% в самом начале ввода ограничений, но потом опустился до уровней, не сильно превышающих до кризисной. Правда, банк почему-то не очень раскрывает, каким был именно до кризисный уровень просрочки. Но, по сути, если бы не наращивание резервов, то прибыль могла бы быть существенно выше. Друзья, ну и напоследок, 12 мая у нашего канала был маленький праздник, который я чуть было не пропустила. Нам исполнилось официальные три года. Кстати, даже два самых внимательных подписчика нас в комментариях поздравили, за что большое спасибо. На самом деле, приоткрою маленький секрет, это не первый канал InvestFuture. До этого был канал точно с таким же названием, который... Ну, вообще, изначально я начала просто по фану, потому что мне нравилось пробовать этот формат, узнавать, как работает YouTube. И там я сделала две ошибки. Первое, по незнанию, я выгрузила видео, по-моему, про Уоррена Баффета с авторскими правами, которые YouTube удалил. И за это кинул мне страйк. А вторая ситуация была, когда я ходила на конференцию по инвестициям в Москве и снимала там видео. Там прямую трансляцию делала, по-моему, с Герчиком. И выложила это видео на YouTube. И люди, которые проводили конференцию, обиделись и кинули нам страйк. В общем, как-то не получилось с ними урегулировать этот вопрос. Пришлось первый канал закрыть, хотя там было, по-моему, уже 3000 подписчиков, которые были набраны большим трудом и большой работой. Но сделали новый канал, начали с нуля. И вот теперь нам официально три года. Кстати, многие говорят, что вот InvestFuture, у них там какие-то продюсеры, какие-то гигантские бюджеты. Но на самом деле, если вы хотите понять, как мы начинали, просто откройте первое видео на канале трехлетней давности. И вы поймете, что это были видео вот такие с веб-камерой, в ужасном качестве, с ужасным звуком. Ну, просто мы много и упорно работали и продолжаем это делать. Сначала я делала вообще одно видео в неделю. Потом перешли на формат одно видео в день. По-моему, где-то с осени 2018 года. Ну, а потом уже стали делать по два видео в день. Сейчас у нас получается 11 роликов в неделю. Такое маленькое InvestTV. И, кстати говоря, как раз-таки к праздничной дате мы для вас подготовили еще одну новую рубрику на вашем канале. На нашем канале, простите. Я пока не буду раскрывать деталей, но я надеюсь, что все сложится. И в эту пятницу мы сможем вас порадовать новым интересным форматом. Спасибо, что поддерживаете нас, помогаете развиваться, развиваетесь в мире. Вместе с нами у нас самые лучшие подписчики. Продолжаем работать дальше. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта InvestFuture. Всем пока.